Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Гость сегодняшней программы – человек, являющийся частью большой космической истории всего нашего города. Несомненно, очень компетентный и погруженный в проблему. Думаю, что его воспоминания честны и правдивы и будут интересны вам, наши уважаемые телезрители. Итак, я представляю Сергея Вячеславовича Семенов, историк авиации, ракетно-космической техники, сотрудник пресс-службы АО «РКЦ «Прогресс». Здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать вас в такой знаменательный для нашего города день. Поздравляю вас, несомненно, с праздником. Ну и, конечно, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, а вот почему после космического полета Юрия Гагарина доставили именно в Куйбыш? Ведь известно, что приземлился он в Саратовской области. И было ли это первое его посещение Куйбышской земли? Да, благодарю вас за поздравление. Дело в том, что, когда рассчитывали орбиту полета Юрия Алексеевича Гагарина, то предполагалось, что корабль, где он будет лететь, приземлится на юге нашей Куйбышской области, ныне Самарской области. Но в полете, мы знаем, произошло много непредвиденных обстоятельств, ситуаций, нештатных событий. И Юрий Алексеевич Гагарин приземлился в Саратове. Но ждали его, естественно, все в Куйбышеве. Здесь должна была состояться государственная комиссия по результатам полета. Здесь его ждали медики, которые очень горели желанием его обследовать. И желательно было, чтобы его обследовали в самый первый час после полета. Да. Но, к сожалению, а может быть даже и к счастью, для нас к счастью. Случилось, как случилось. Да, случилось, как случилось. И Юрий Алексеевич приземлился в Саратове. Но уже через два часа он был доставлен на заводской аэродром завода «Прогресс». И после этого, уже через 15-20 минут, оказался на даче обкома партии. Так, ну хорошо. Ну а все-таки вот 13 апреля 1961 года в новостной ленте «ТАС» и «Центральная газета и «Правда», и «Известия», и «Красная звезда», вот как раз мы видим кадры, были опубликованы фотографии Гагарина после полета. Где первый космонавт Земли был в зимнем летном шлеме. Но вот в комплект скафандра он не входил. Откуда взялся знаменитый летный шлем Гагарина? Дело в том, что он не входил в комплект скафандра, но входил в комплект, так сказать, аварийного запаса. Но этим запасом он тоже не воспользовался. Другое дело, что была поисковая группа, которая должна была забрать Юрия Алексеевича из Куйбышевской области и привезти в Куйбышев. Ну, естественно, что при таком раскладе, когда Юрий Алексеевич приземлился у нас в Саратовской области, поисковая группа просто не успела его подобрать. Его подобрали местные зенитчики, которые, да, служили в дивизионе ПВО под Энгельсом и привезли к себе в дивизион. Ну, так я так понимаю, что они знали, что первый полет человека в космос состоялся. То есть это было неожиданностью, либо ожидаемым фактом? Это было ожидаемым и неожиданным. Они знали об этом только по радио, да, но они видели, как спускается на парашютах его спускаемый аппарат. Да, и самого Гагарина тоже видели, и как раз поспешили к нему. Но, естественно, Гагарина надо было наставить в Куйбышев, и его привезли потом в Энгельс, в НИИ ВВС, и оттуда уже с местного аэродрома Энгельса повезли в Куйбышев. И вот здесь, когда его везли на самолете Ил-14, он встретился с той самой поисковой группой, которая должна была его забрать еще в Куйбышевской области. И среди тех, кто был в этой поисковой группе, был Виталий Волович. Это очень известная личность по тем временам. Он известный врач, путешественник, кроме того, парашютист. И он совершил первый прыжок с парашютом на Северный полюс в 1949 году. И вот именно тот шлем, в котором он прыгал на Северный полюс, он как раз и передал Гагарину, когда они летели в самолете. И Гагарин с удовольствием его принял, потому что тогда была очень холодная погода, 12 апреля 1961 года. А, так сказать, кроме скафандра у него ничего не было. И именно в этом шлеме он вышел на нашу Куйбышевскую землю. Интересная история. А вот что рассказывают очевидцы, когда подошли к Юрию Алексеевичу, спросили, может быть, сохранился тот диалог, вот та встреча, те факты. И ведь интересное событие же, конечно, мирового значения. Ну, надо сказать, что те люди, которые самые первые встретили, Юрий Алексеевич и Гагарина на заводском аэродроме, здесь не было длинных диалогов. Да. Самым первым человеком его встретил Николай Петрович Каманин. Это очень известный человек. Герой Советского Союза номер два. В 1934 году он спасал челюскинцев. В годы войны он командовал авиационной дивизией штурмовиков Ил-2. Очень известный человек. В то время, с 1959 года, он возглавлял будущий отряд космонавтов. Отвечал за всех, каждого, так сказать, лично и поименно. Естественно, он был самым первым человеком, кто встретил Гагарина. Они обнялись, и он только успел ему сказать, молодец, Юра. После этого Юре нужно было уже докладывать командующего Приволжским военным округом, который тоже здесь находился. Это Андрей Трофимович Стученко. Тоже известная личность. Тоже командовал армией в годы Великой Отечественной войны. Такая вот преемственность очень интересна. И после доклада Юрия Алексеевича командующему Приволжским военным округом, здесь уже к нему смог подойти непосредственно Герман Степанович Титов, который был дублером Гагарина в этом полете. И по воспоминаниям Титова он говорит, ну кто я был? Я был простой старший лейтенант. А здесь стояли вокруг меня генералы, генерал-майоры. Я не знал, как подойти к Юре. Но после того, как он взял доклад командующему, он сам подошел ко мне. И я успел только его спросить, Юра, как невесомость? Он сказал, все нормально. Хорошо, но вот все-таки где на Куйбышевской земле приземлился самолет с Гагарином? И скажите, вот кто его встречал? Да. Ну, часть людей мы уже, так сказать, отметили. Приземлился он именно на заводском аэродроме. На аэродроме завода «Прогресс». Почему именно там? Да, логично. Здесь мы возвращаемся к одной интересной, так сказать, истории, которая стала известной всего несколько лет назад. Серьезно? Да. Она стала известной всего несколько лет назад. До этого считалось, что Гагарин впервые побывал у нас в Куйбышевской области 25 марта 1961 года. Весь первый отряд космонавтов облетал, так сказать, на вертолете то место, где была предполагаемая посадка на юге Куйбышевской области. И потом они остались переночевать в военном санатории «Волга». После этого они улетели. Это считалось первым самым прибытием Гагарина на нашу землю. Но еще жив Юрий Михайлович Шибков, который работал на нашем предприятии в 1960-1961 годах. Он был военным представителем и осуществлял контроль и военную приемку той ракеты, на которой летал Гагарин. Так вот, он рассказывает, что первый отряд космонавтов прибыл на завод в декабре 1960 года. Точную дату, к сожалению, он уже не помнит, но, в принципе, мы можем говорить... То есть до полета, да? Да, до полета, да. Это был декабрь 1960 года. А буквально год назад нам удалось установить, что ракета Гагаринская, на которой он летал, была сделана также в декабре 1960 года. Вы так интересно и так подробно все это рассказываете. И наше интервью еще не закончено. Но я хочу вот такой вот маленький промежуточный вопрос задать. Лично вы, Сергей Вячеславович, почему занялись этой темой? Вот где вы берете эти факты? Где вы их находите? И почему лично для вас эта тема так важна? Эта тема очень важна для меня, поскольку я занимаюсь историей нашего предприятия, ОРКЦ «Прогресс». Занимаюсь этим уже более 10 лет. И полет Гагарина для нас не менее важен, чем, скажем, 9 мая 1945 года. Пожалуй, после Великой Победы это одно из самых значимых событий для нашей страны, и в том числе для нашего предприятия. Материалы, которыми я пользовался при изучении как раз вопроса, когда прибыл Гагарин к нам в Куйбышев, что он здесь делал, они все в основном взяты из музея нашего предприятия. То есть уникальные кадры, которые сохранились именно здесь у нас в Самаре, тогда в Куйбышеве. Да. Дело в том, что первым человеком, кто сфотографировал Гагарина здесь, на Куйбышевской земле, был Виктор Григорьевич Лишенко. Кем он был тогда? Он был фотокорреспондентом газеты Приворского военного округа, которая называлась «За родину». Ну, тогда было модно так называть газеты. Вот. И он был одним из тех, кто сумел прорваться тогда на заводской аэродром. И хотя там были еще представители центральных газет, «Известий», «Труд», «Правда», «Красная звезда», но им не разрешили съемку. А Виктор Григорьевич... Но это же ведь, наверное, было тогда обязательно в повестке мероприятие, нет? Нет. Как раз все было засекречено, и до 13 апреля съемку не разрешали. Но Виктор Григорьевич смог договориться именно с теми генералами, которые встречали до Юрия Алексеевича Гагарина. В этом ему помог корреспондент «Красной звезды» по Приволжскому военному округу Илья Максимов. Он был в хорошем тогда звании, он был полковник. И мог, так сказать, обратиться вполне к генерал-майору для того, чтобы попросить о том, чтобы вот для читателей именно нашей военной газеты «Красной звезды» хорошо бы сделать несколько снимков и взять интервью. Все получилось. Снимки облетели всю Россию, наверное, и мир. Но вот скажите, пожалуйста, если вы говорили, что вот была такая секретность, если сравнивать с временем тем и сегодняшним, неужели тогда не было возвеличивания такого события, как полет первого человека в космос? — Было. Тревога была в следующем. Как пройдет полет? Будет ли он успешным? Насколько он будет успешным? Как себя будет чувствовать первый летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин? И до того, как состоялась государственная комиссия и были проведены все медицинские обследования, естественно, журналистов к Юрию Алексеевичу больше не допускали. И то, о чем я рассказываю, это было фактически уникальным, так сказать, случаем до 13 апреля. — Хорошо. Истории фотографий. Вот у нас есть кадры, мы их показываем. Поговорим кратко о людях, которые встречали Юрия Алексеевича. — Да. Здесь важно сказать об одном человеке. Это Владимир Иванович Ездовский. О нем, к сожалению, долгие годы было очень малоизвестно. И только два или три года назад была написана книга с помощью одного очень, так сказать, пытливого человека, который работает в музее первого полета в городе Гагарине. Он связался с сыном Владимира Ивановича Ездовского, тот предоставил ему фотографии, так сказать, открыл для него личный архив, и он написал хорошую книгу о Ездовском. Кто такой Ездовский? Он отвечал за медицинскую подготовку, биологическую подготовку полета Гагарина. Сначала он отвечал за подготовку таких полетов собак, а потом и человека в космос. И именно этот человек, так сказать, больше всех волновался за то, что Гагарин никак не прилетит в Куйбышев, потому что ему нужно было провести первое обследование, которое бы показало, как невесомость, как космическое пространство влияет на человека. И даже несмотря на то, что прошло какое-то достаточное количество времени, да, ведь несколько часов, пока все это произошло, Юрия Алексеевича доставили. Да. Кстати говоря, волнения были не напрасными. Да, данные-то какие-то есть, можно сейчас уже о них говорить? Конечно, я не обладаю медицинским образованием, но какие-то данные есть. То есть было установлено, что через час или два после полета обычно наступает ухудшение самочувствия. Это организм адаптируется опять, так сказать, к земному тяготению, к поверхности Земли. И это случилось с Гагарином в тот момент, когда он летел на самолете в Куйбышев. Ему неожиданно стало плохо, но там был, как я уже говорил, Виталий Волович, врач, он помог. Ему с этим была оказана первая медицинская помощь, но дальше какого-то такого легкого головокружения дело не пошло, и Гагарин не обратил на это внимания тогда. Но на государственной комиссии нужно было рассказывать врачам все очень подробно, и даже то, что тебе кажется незначительным, нужно обязательно говорить. И вот то, что Юлий Алексеевич не скрыл это и сказал, потом помогло в полете Герману Степановичу Титову и других космонавтов. Они знали, к чему готовиться, и их полеты были уже по длительности гораздо дольше, и они проходили специальную тренировку, ту, которую не проходил Гагарин. Она была скорректирована, и эта тренировка давала возможность хорошо себя чувствовать уже после полета. Хорошо. Ну, у меня чисто профессиональный вопрос, и я знаю, что вы знаете на него ответ. Скажите, пожалуйста, кто первый взял интервью Гагарина? Да. Это Илья Максимов. Да. Корреспондент газеты «Красная звезда» в Приворском военном округе. Взял он его не на аэродроме. Дело в том, что на заводском аэродроме Гагарин находился всего не более 15 минут. Он сделал доклад командующему, и тут же Владимир Иванович Ездовский взял его под локоток, как говорится, и повел в директорскую машину. Кстати, это была машина директора завода Виктора Яковлевича Литвинова, известного человека, дважды героя социалистического труда. И на этой машине он был отвезен на дачу обкома. Но перед дачей обкома состоялось небольшое интервью Ильи Максимова как раз с Юрием Алексеевичем Гагарином. Ну, были представители спецслужб, они хотели воспрепятствовать этому. Но сам Юрий Алексеевич сказал, это же наша военная газета, неужели читатели не узнают первыми о моем полете? И тогда было разрешено сделать краткое интервью. И даже Максимов дал свой блокнот, в котором Гагарин написал, желаю удачи и успехов всем читателям «Красной звезды». Ну, оно понятно было кратко, но о чем он сказал тогда, вот первые мысли его? Первые мысли? Конечно, Илья Максимов не мог его спрашивать, какие-то технические вещи, подробности, да. Какие-то вещи, связанные с хронологией полета, тем более о каких-то нештатных ситуациях. Он спросил очень просто. Что вы видели, наверное? Да. И он сказал, я видел землю, так как ее не видел еще никто. Вы знаете, у нас тоже есть очень интересный материал о видеосюжете моих коллег. Давайте прервемся и на них посмотрим. Хорошо. 16 марта 1961 года сюда, в санаторий Волга, в условиях полной секретности, прибыла группа из шести офицеров. В их задачу входило исследование рельефа Куйбышевской области, ведь именно в этот регион должен был приземлиться первый космонавт. В составе этой секретной группы был Юрий Алексеевич Гагарин. Разместили молодых людей в генеральском корпусе. В санаторий офицеры прибыли уже после выполнения своей задачи. Они облетели местность возможного приземления на самолете. Итоги этой своеобразной разведки обсуждали за обеденным столом. Здесь расположился командующий Приворским военным округом. На этом месте командующий ВВС. Здесь, соответственно, три капитана. С этой стороны три старших лейтенантов. Вечером офицеры играли в бильярд и настольный теннис. Смотрели телевизор. А позже разошлись по комнатам, которые 60 лет назад выглядели иначе. Вместо одной комфортной были три панцирные кровати. А вот вид из окна комнаты, где спал Гагарин, остался таким же умиротворяющим. Ну, утром проснувшись, позавтракав, также за ними прибыл машина. И они убыли в аэропорт Смышляевка и, соответственно, убыли в Москву. И хотя Юрий Гагарин с товарищами провели здесь одну ночь, память об этом событии в санатории хранят бережно. В то время многие сотрудники могли только догадываться о том, какие важные гости прибыли на отдых. Сейчас учреждение выполняет не такие секретные, но не менее важные задачи. В период пандемии здесь пациенты, переболевшие коронавирусом, проходили реабилитацию. За полгода врачи санатория восстановили почти 800 самарцев. Специалисты подготовили для них самое современное оборудование и необходимые медикаменты. К счастью, тяжелых случаев не было, смертей не было. Пациенты все выписаны в удовлетворительном состоянии, с хорошими новыми на нашем санатории. Они уехали домой с клиническими рекомендациями по дальнейшему лечению и профилактике осложнений, перенесенной ковид-инфекцией. Санаторий работает с 1929 года. Встречает постояльцев широким спектром медицинских услуг в сочетании с волжским воздухом. Тех, кто с гордостью может сказать, что отдыхал там, где останавливался сам Юрий Гагарин. Сергей Вячеславович, я хочу спросить вас, чтобы вы рассказали о работниках предприятия, которых наградили за подготовку первого полета человека в космос. Да, это очень интересная история. Дело в том, что первым из них я хотел бы упомянуть Дмитрия Ильича Козлова. Да, конечно. В 1961 году он был заместителем Сергея Павловича Королева. А в 1958, за три года до этого, он приехал сюда, к нам, в Куйбышев, в Самару, чтобы поднимать производство ракет на авиационном заводе номер один, который стал заводом «Прогресс». Да, и в 1961 году его наградили медалью Герой социалистического труда. Это была его первая медаль Герой социалистического труда. Потом он стал героем еще в 1979 году. Надо сказать, что сам Дмитрий Ильич вспоминал очень, как сказать, как свое главное событие в жизни. Встречу, наверное, да? Да, и полет Гагарина, и встречу с ним. К сожалению, он не смог встретиться с Гагарином 12 апреля. Они немного разминулись, когда Дмитрий Ильич летел на место посадки, а Гагарин уже улетал в Куйбышев. Но 13 апреля после Госкомиссии, куда были, кстати, приглашены все руководители предприятий, принимавших непосредственно участие в подготовке полета, в том числе и Дмитриевич Козлов, он вспоминает, что это было что-то невообразимое. Солидные, большие люди встали в очередь к майору Гагарину для того, чтобы получить автографы. Автографы получали на чем только не получали. На газетах, на каких-то обрывках листов, на каких-то блокнотах. Кто-то даже подсовывал, так сказать, ему детские книжки, по некоторым данным, да. У Дмитриевича Козлова была в это время в руках газета «Волжская коммуна», которая вышла 13 апреля, и в которой был как раз портрет Гагарина. И он попросил Юрия Алексеевича расписаться на этой газете. Позднее на этой газете появились еще и другие подписи. Герман Степанович Титова и всех первых космонавтов, которые летали на наших ракетах, вплоть до Терешковой, ну и так далее. И последней подписью стала подпись Олега Каноненко. Ну, а эта газета сохранилась? Она, наверное, в музее находится? Эта газета сохранилась, копия ее находится в музее, да. А оригинал находится в семье у родственников Дмитриевича Козлова. Скажите, пожалуйста, а Юрий Алексеевич сам был на предприятии на «Прогрессе»? Да, конечно. Юрий Алексеевич на предприятии был 14 апреля, когда улетал опять же с заводского аэродрома в Москву, где его ждал торжественный прием Никита Сергеевич Хрущев. И все как полагается, ковровая дорожка и тот знаменитый, так сказать, расшнуровавшийся ботинок, когда он шел по дорожке. Да, он встречался с работниками предприятия, но, естественно, он пошел сразу в сборочный цех. Там, где непосредственно собирали ракету, там были такие, можно сказать, стремянки на колесах, на которых рабочие поднимались, чтобы собирать ракету. И вот на одну таких стремянок забрался он, Герман Степанович Титов и еще один представитель первого отряда космонавтов. Сейчас, к сожалению, пока мы не можем установить, кто это. Они подняли руки вверх. И вот все, кто участвовал, так сказать, в этом митинге, небольшом импровизированном, как раз запомнили эти именно поднятые вверх руки, когда три космонавта, вернее, один космонавт и два будущих космонавта приветствовали таким образом и выражали свою благодарность работникам предприятия. Ну, вы рассказываете, это по воспоминаниям очевидцев, либо все-таки был там фотокорреспондент и сделал исторические фотографии? Нет, предприятие было тогда закрыто. Съемка любая была запрещена. Это по воспоминаниям очевидцев, в том числе Александра Васильевича Чечина, который тогда был молодым специалистом и, можно сказать, случайно оказался в это время в цехе. А сохранились ли воспоминания, может быть, Юрий Алексеевич благодарил за производство вот такой ракеты, которая, ну, ведь, честно говоря, наверное, по сути-то, ведь сохранила ему жизнь в том числе? Да, письменных воспоминаний, конкретно указывающих на наше предприятие, конечно, не было, потому что это было секретное предприятие. Но по рассказам очевидцев, во все приезды, ведь Юрий Алексеевич Гагарин бывал у нас неоднократно. Да, возвращался в Куйбышев, да? Возвращался в Куйбышев, он встречал всех, и Герман Степанович Титова, и Николаева, и Поповича, а потом Терешкова с Быковским. И самая такая, как сказать, торжественная встреча была именно, когда Гагарин, Николаев и Титов встречали Терешкову и Быковского. Это была просто феерическая встреча, потому что было море цветов. Гагарин улыбался всем, и как раз тогда он сказал свои знаменитые слова о том, что наша техника является самой надежной. — Скажите, пожалуйста, Сергей Вячеславович, вот расскажите, вернее, эту историю про презент, который сделали Юрию Гагарину сотрудники как раз завода «Прогресс». — Да. Директор завода Виктор Яковлевич Ритвинов, ему пришла в голову такая мысль, что раз уж мы делали ракету, именно ракету нужно подарить Юрию Алексеевичу. Но не просто ракету, она должна символизировать именно успешный полет первого космонавта. Он дал задание 12 апреля вечером механическому цеху, и бригада слесарей и токарей сделала за одну ночь этот как раз сувенир, который представлял собой земной шар. Здесь была такая металлическая полусфера, здесь шла орбита полета Гагарина, и там была такая замечательная ракета. Ну, ракета, конечно, была еще не такая, как королевская ракета, она была стилизована, потому что она еще была секретной. Но этот сувенир Юрий Алексеевич очень им дорожил, и даже незадолго до своей смерти в 67-м году показывал его одному из корреспондентов «Центральной газеты». — Ну что же, наше время подошло к концу. Я хочу очень искренне поблагодарить вас за интересную беседу, за те факты, безусловно, очень ценные, с которыми вы пришли сегодня поделиться к нам в студию. Ну и, конечно же, в этот день, 12 апреля, поздравляю вас с праздником, ну и хочу, чтобы сделали это вы, всех наших уважаемых телезрителей, наших горожан, которые имеют, конечно же, отношение к космосу. — Да. Дорогие друзья, сотрудники, так сказать, завода «Прогресс», ЦСКБ, всех предприятий нашей области, кто принимал участие в подготовке первого полета Юрия Алексеевича Гагарина, хотелось бы пожелать вам замечательного здоровья, долгих лет жизни и слаженной крепкой работы на благо нашей страны, на то, чтобы Россия всегда была первой в космосе. И хотелось бы воспользоваться случаем и подарить телеканалу ГИС вот такой скромный подарок, фотоальбом «Гагаринское время прогресса», который вышел к 60-летию полета Гагарина и многие факты из которого я только что изложил. — Спасибо вам большое. С удовольствием принимаю этот альбом в помощь моим коллегам. Да, ой, какая интересная. Обязательно его посмотрим, проиллюстрируем. Ну и сегодня ведь очень много фотографий мы показали всем. Спасибо большое. Благодарю вас еще раз за беседу. Ну а до сих пор в мире 80% пилотерных запусков осуществляется на ракетах самарской сборки. Так что для нас эта тема освоения космоса — предмет особой гордости. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Мы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания.